Донбасс в новом году. Как будут решены его проблемы и будут ли решены вообще? Произошли какие-либо необратимые процессы, возможно еще незаметные до конца политикам и даже обычным жителям территории, которая сегодня разделена на двое между собственно Донецкой и Луганской областями Украины и так называемыми народными республиками Донбасс. А по всем этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Мы с моим коллегой, ведущим программы Донбасс Реали, украинской службы Радио Свобода Алексеем Мацуко. Здравствуйте, Алексей. Мы пригласили в эфир социолога Марину Брагину. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Я думаю, что и в 2015 году, и в 2016, и в 2017 году будут некие минские соглашения гибридной формы. Выгодны только отдельным сторонам тех подписанных документов, а не непосредственно жителям Украины, гражданам Украины, либо жителям восточной части Украины, Донбасса. И люди, которые проживают на Востоке, прекрасно слышат цену этим минским соглашениям каждый день в декабре, в конце декабря, в дни, когда Новый год уходит и приходит Новый год. Старый год уходит, но Новый год приходит. И, собственно, минские соглашения все смеются в основном над этой формулировкой, особенно на Донбассе. То есть где-то в высоких уровнях это может быть и есть повод для беседы того же Порошенко с другими президентами, представителями стран Евросоюза. Однако на реальном, бытовом уровне, к сожалению, это так и не сработало. И я думаю, что не будет это работать и в 2016 году, и в 2017 тоже. А вы, Марина, тоже пессимистка такая или все-таки нет? Конечно, как гражданка Украины я оптимистка и по складу своего характера. И хочется верить, что это произойдет в 2016 году и не будет оттягиваться до 2017. Но как специалист я хочу сказать, чем дольше будет затягиваться процесс, который называется минские переговоры, связанные все действия с ним, тем больше вероятность того, что этот процесс будет затяжной и перспектива его развития или разрешения будет отдаляться все больше. К сожалению, это так. В таком случае тут возникнет следующий вопрос, и к вам, и к Алексею. Если мы действительно говорим, что это не будет никак решаться. Эта же территория не существует в неком вакууме. И она не существует так, как когда-то существовали совпровозглашенные республики на территории бывшего Советского Союза. Не знаю, там Абхазия или Приднестровье. Вы понимаете, когда там российский бюджет, деньги, пенсии из российского бюджета, промышленность работает на Россию, как в Приднестровье. До недавнего времени было. На Донбассе мы все время слышим сообщение о том, что то или иное предприятие закрылось, потому что нету сбыта. Тех или иных работников отправили в неотплачиваемый отпуск. Кто-то опять уехал. Сколько времени может существовать территория без четкого экономического и правового статуса? Это же территория, где живут люди. Они же должны чем-то питаться, где-то работать, чувствовать какую-то перспективу. Вот вы говорите, 16-17. Вот вы живете в Донецке и Луганске, а там как бы время остановилось. Не с точки зрения лозунгов и телевизора, а с точки зрения вашей нормальной реальной жизнедеятельности. Дело в том, что бюджет так называемого ДНР на 30-35% формируется как раз за счет налогов и сборов, которые осуществляет оккупационная администрация Захарченко и других личностей. А все остальное это ввозится за счет гуманитарных конвоев из Российской Федерации. И эти деньги приходят также из ресурса частного бизнеса, частных предпринимателей из Российской Федерации, которые приходят в замену украинским предпринимателям, прекратившим там собственный бизнес-активность. Часто бывает так еще, что и чтобы показать свою социальную такой вклад в Россию, и показать свой патриотизм там внутри России, эти предприниматели открывают бизнес в Донецке или Луганске, таким образом спасая как бы местное население от беды. Но на самом деле вот наши журналисты Донбасс Реали в Донецке снимают видео, и мы видим, что не так и плачевна ситуация там, то есть там есть продукты, причем выбор достаточно большой среди продуктов питания, и не только одна там палка колбасы какая-то. Да, цены выше, конечно, стали однозначно. Они и в Украине не опустились, мягко говоря, и в России. Но что касается самообеспечения этого всего дела, то я думаю, что со временем ситуация будет выстраиваться, система сборов, налогов, выплат и так далее, и так далее, и каким-то образом это будет настраиваться. Чем больше будет длиться блокада со стороны Украины, тем больше вероятность того, что эта территория будет интегрироваться в сторону Российской Федерации. Для нашей национальной безопасности это очень большой вызов. А вы считаете, что это может быть таким придатком к России? Это будет де-факто, как и есть сейчас. В де-юре, скорее всего, это не произойдет, потому что мы видим ситуацию России. Это абсолютно невыгодно, чтобы территория Украины, которая сейчас оккупирована, являлась и стала территорией России. Но здесь есть еще, вы спросили, опасность, вы спросили, когда, сколько это времени будет. Я и мои коллеги не склонны сравнивать вообще ситуацию на оккупированной территории с ситуацией, которая была и есть в Приднестровье. Почему? Потому что это совершенно абсолютно разные продукты, так скажем. Ну расскажите, просто от интереса, почему. Проблема сейчас в чем именно на этой оккупированной территории. Практически мы сейчас имеем мини-страну 90-е года. То есть фактически... А Приднестровье тоже 90-е годы, Марина? Дело в том, что люди, которые населяют именно Украину, это люди, которые в своем психотипе и в своих характеристиках имеют некоторые качества, которые не сходны по психотипам с людьми, которые населяют Приднестровье. Потому что... Марина, Приднестровье было частью Украины до 1900, если я не ошибаюсь, 39-го года. Это еще ни о чем не говорить. Ну поэтому тут это все очень условные границы в данном случае. Дело в том, что мы с вами можем поспорить, но хочу все-таки высказать... Не, я не хочу спорить, я хочу понять. Хочу высказать свою точку зрения. Дело в том, что если мы рассчитываем, как будут развиваться события, это опять наши предположения, именно наших сотрудников и наших научных сотрудников, что в течение 20-25 лет возможна кристаллизация понимания, кто есть эти люди, которые находятся на оккупированных территориях. То есть либо они русские, либо они украинцы. И это важно. То есть какая-то самоидентификация. Самоидентификация за 25 лет ближайшие. Потому что сейчас то, что находится там и называется властью, и та система управления, которая там якобы находится, она, к сожалению, не есть рабочая, не есть продуктивная. Если бы она была продуктивная, и здесь проблема не только в инвестициях, в наполнении бюджета или еще, то есть если бы оно изначально строилось на тех законах, на которых строится вообще весь маховик экономики, начнем с этого, и, естественно, тогда можно было говорить о том, что возможно там построение какого-либо там Приднестровья, государства, республики, либо еще что-то. Я хочу еще добавить, что есть опасность, потому что единственная инициатива, которая, в принципе, является залогом для развития любого государства и выхода из любого кризиса, там единственная инициатива – это оружие, и это страх населения. Это первое. Велика опасность еще того. Тот, кто был на территории, сейчас оккупирован, они видят. Везде идет набор в армию ДНР. То есть везде обучают еще маленьких деток, которые в школе находятся, которые в институтах, им доносят мысль того, что их герои – это их герои, вот эти ребята. То есть фактически они им вкладывают сейчас ценности и идеи, которые приживутся в их бессознательном. Я все понял, я только не понимаю еще одного. Чем это отличается от Приднестровья? Когда вы приезжаете в Тирасполь, первое, что вы видите, это аллея воинской славы в память тех, кто погиб во Второй мировой войне и в Молдавско-Приднестровском конфликте. Приднестровское самосознание за 25 лет было сформировано так, что это отдельная какая-то близкая очень к России, желающая вступить в Россию, но общность – приднестровский народ. Это, конечно, там фантастически звучит, но это так и выглядит. То, что вы называете, это все история вообще про Приднестровье. Полностью. Нет, это не полностью. Вы знаете, что такое вообще шахтерский характер? А вы в этом смысле говорите? Я хочу сказать, что все-таки те характерные черты, которые именно отличают народ, который населяет сейчас оккупированные территории, они в этом отличны от тех народов, которые населяют Приднестровье. Именно по экономическому показателю, потому что они шахтеры? Нет, потому что шахтеры – это человек, который каждый день, когда он опускается в забой, он практически ощущает это бессознательно, как смерть. То есть характер шахтера – это закаленный характер. Я понимаю. И им нужно кормить семьи. Они не готовы на какие-то радикальные вещи или еще что-то. Марина, на востоке Донбасса в Российской Федерации жили те же самые шахтеры. Шахты закрыли, шахтерский характер остался. Но эти люди не работают в шахтах. Дело в том, что если мы будем говорить с законов этнологии о понятии, что такое русский, и что такое понятие «украинец», это абсолютно разные вещи. Если взять законы этнологии и посмотреть, в какой стадии находится развитие сейчас украинец, можно так сказать, чтобы… В политическом смысле? Нет, в глубоком архаическом смысле. То украинец сейчас находится в стадии, можно так сказать, подростка и развития. Потому что, когда развалился Советский Союз и образовалось множество государств на территории Советского Союза, вот мы как украинцы, мы себя не ощущали украинцами. Да, согласен. И по закону этнологии Лев Гумилев об этом очень много трудов написал. Естественно, есть разные точки зрения, кто-то принимает его учения, кто-то нет. Но как раз в его учебниках написано о том, что кристаллизация и понимание себя, кто ты глубоко внутри, где твои корни, они происходят в течение 25 лет. Давайте все-таки вернемся к более близкой. Ну и раз уж мы заговорили о Гумилеве, то и тут смежная отрасль политология говорит нам о том, что не совсем корректно сравнивать все-таки территории ввиду различности географических, ментальных показателей и так далее. Дело в том, что Донецк и Тирасполь – это все-таки разные вещи по многим показателям. И один из этих показателей – это как раз от шахтерских характеров. Мне кажется, это пока лишь. Вот пока не прошло эти самые 25 лет. А когда Донецк пустеет, он будет похож на Тирасполь. Но тут есть вопрос именно шахт. Марина его затронула. Вот шахты, они как? Они будут работать или будут закрываться? На сегодняшний день там работают 24 шахты, работают на оккупированной территории. И уголь из этих шахт отгружается как внутри зоны сектора оккупированного, так и на украинскую территорию. То есть абсолютно легальная происходит продажа на украинскую часть, несмотря на то, что существует некая экономическая блокада. И я думаю, что эта ситуация будет поддерживаться и дальше. При условии, что государству Украина не нужно обеспечивать больше этих шахтеров социальными выплатами, не нужно обеспечивать инвалидные выплаты и регрессы, эта ситуация выглядит достаточно привлекательной с точки зрения экономии бюджетных средств. Но она, конечно, не выглядит таковой с точки зрения здравого смысла и того самого украинца, который находится независимо от того, на какой территории. Главное защита наших гражданских прав, просто потому что мы граждане Украины. Поэтому сейчас сделать вывод о том, что будет с этими шахтами, можно. Но насколько он будет правильный, очевидно, что они продолжат свою работу. Очевидно, что это сырье необходимо ввиду своей классификации, специфики этого угля для большой Украины. И это будет один из источников доходов, в том числе для группировок ЛНР, ДНР, которые будут формироваться за счет Украины. Ну вот, кстати говоря, мне очень интересно, что мы затронули эту шахтерскую тему. И вот ее затронули в таком замечательном разрезе. Я вот подумал, что как вот проходят годы и годы, а вы же вот этот вот фактически идеологический миф, придуманный партией регионов, там Брагином, Ахметом, Януковичем, всей этой компанией людей, об особом характере Донбасса. Есть огромное количество стран, где есть шахтерские регионы. Эти шахтерские регионы существуют, никто не думает, что там живут какие-то особые люди, с особым характером. Потом закрывают шахты, эти люди перепрофилируются, или не профилируются. Это становится маргинальным регионом. Приведу вам прекрасный пример Силезии Польской. Приведу вам пример Кузбасса. Никто в России не говорит, что на Кузбассе какие-то отдельные люди живут. Приведу вам пример Западной Украины, где были шахтерские города, никто никогда не думал, что там живут особые люди. А Донбасс в сознании людей, которые там жили, ничем не отличающихся от другой Украины, до сих пор представляет из себя особый психотип. Это то, что использовали в свое время люди, придумавшие ДНР и ДНР. И вы это воспроизводите подсознательно, как вы говорите, в нашем диалоге. Сами. Сами. Мне дело в том, что очень приятно, что вы обратили внимание, что есть такое понятие, как мифотворчество, и оно очень популярно и используется абсолютно теми структурами, не теми, которыми надо, чтобы это использовалось. А может вообще никому не надо использовать мифотворчество? Но дело в том, что построение государства и те принципы, на которых, опять вернусь к Советскому Союзу, которые были заложены в умах тех людей, которые сейчас находятся в нашем правительстве, к сожалению, мифотворчество очень глубоко у них сидит. Плюс отношения... Мы сейчас говорим о вас, а не о людях правительства. Вы сейчас... Это вы пример мифотворчества, а не люди в правительстве. Правительство — это орган, который избирается народом. Но мы говорим о другом сейчас. А я представитель народа. Давайте попробуем говорить о людях, а не о правительстве. Потому что вот вы сейчас уходите от моего вопроса, а нам нужно именно это обсудить. Дело в том, что особенности характера есть у любого народа. И у любого профессионального сословия. Ну и что? И у любого профессионального сословия. И у любой политической нации, да. Но дело в том, что на эти тонкости нужно обращать внимание. Эти тонкости сейчас нужны нам не для того, чтобы разделять еще больше и подчеркивать именно то, что использовали в свое время именно пропаганда Кремля. А нужно использовать для того, чтобы понять, в чем мы разные и где какая идентичность у нас. Это представители региона Донбасса и представители других регионов. Но при этом мы говорим о том, что шахтеры – это люди с особым характером. Но это граждане Украины. И мы, судя по тому, когда мы говорим, что мы вернем свои земли оккупированные, то есть мы признаем фактически, что это земли Украины. Так давайте и признавать тех людей, которые там с паспортами Украины. Шахтеры с определенным характером. Почему? Там же не только шахтеры живут. Там живут металлурги, там живут учителя, там живут врачи, там живут просто домохозяйки. Они все граждане Украины. Зачем выделяются профессиональные сословия? Зачем? Дело в том, что это специфика региона. И на нее нужно обращать внимание. Потому что интеллигентный пласт населения, который, не буду говорить территориально, где его больше, и культурный пласт, это своего рода определенные люди и личности. И имеют свой определенный склад характера, тонкости. Я бы сказала тонкости. Но есть вещи, которые нас объединяют. И нужно об этом говорить. Вот я, Алексей, и понимаете, почему я хочу прийти к сути вот этого понимания ситуации. Потому что мне очень часто кажется, что мы сами запутываемся в самом понятии того, что происходит на Донбассе, живя вот в этом мире собственных, так сказать, иллюзий и собственных мифов, которые создаются по разные стороны. По разные стороны этой линии разграничения. Алексей Мацука и Варида Брагина в программе «Дороги свободы», который сегодня ведет для вас Виталий Портников. Дело в том, что, как мне кажется, каждая профессиональная эта группа, она жила и живет в своих каких-то замкнутых пространствах и в своих собственных гетто, если так можно сказать. В шахтерских поселках. Да, нет, вообще, интеллектуальных, духовных в каком-то смысле гетто. И мне кажется, нет ничего, в общем-то, плохого, если, например, социологи начинают, или политологи, или журналисты начинают говорить о других профессиональных слоях, которые есть показательные для нашей территории и так далее. Это не от того, что это какие-то некие шаблоны, а это попытка диалога. Самая обычная попытка диалога, который, этот диалог был нарушен многие годы внутри Донбасса, где выстраивалась исключительно монополия и вот в одну сторону, игра в одну сторону, в одни ворота. То же самое сегодня выстраивается и уже после Майдана, и после всех событий в Донецке и так далее. То есть при том, что мы можем посмотреть, могли бы выйти из своих, вот кто-то в гетто, там, в своем писательском, кто-то в своем либеральном, условно, там, или националистическом находятся. У них у всех есть свои герои, да, у них у каждого есть свои какие-то видения, ситуации и так далее. Но нету вот как раз вот, что самое печальное, этого диалога между группами и между населением. И может быть это и стало, кстати, проблемой в Донецке, где культура вообще диалога, она вообще как таковая отсутствовала. Были какие-то ключевые группы, которые назвали себя самыми крутыми и главными, а все остальные как бы были, вот даже тот же губернатор Шишацкий, он говорил, кто там у нас под окном у меня там что-то пиликает на дудочке на своей. Это Евромайдан стоял, да, он с таким пренебрежением отзывался о сотне, о второй сотне людей, которые стояли на Октябрьской площади. Зато, когда пришли к ним уже люди с оружием и когда его ударили в спину, да, он тогда уже стал с уважением об этом говорить. То есть на самом деле это проблема не только вот в этом советском мифологизации этой всей, сколько проблема, мне кажется, в нашем внутреннем восприятии друг друга и восприятии дальнейшим этой конфликтной ситуации. Ведь однозначно, что западное сообщество будет настаивать, судя по всему, на реинтеграции этой территории в Большую Украину. Да, и на то, что все стороны выполнили условия этой реинтеграции. Да, и судя по всему, да, будет разговор вестись о том, что нам необходимо начать открывать диалог с той стороной. Для нас это большая проблема. С кем, собственно, вести диалог, в какой форме вести и какая будет здесь ответная реакция на этот диалог. То есть сможем ли мы переступить через какие-то внутренние барьеры. Вот мне кажется, об этом тоже в 2016 году надо будет говорить, как в Украине, так и на Донбассе. И особенно тем людям, которые по политическим, идеологическим причинам покинули эту территорию ввиду несогласия с политическим курсом, объявленным коллаборационистской администрацией. Вы, Марина, очень важную вещь сказали о том, что за 25 лет формируется новое сознание на любой ограниченной территории. Скажем так, ограниченной и политическим пространством, и какой-то вот такой мифологией, скажем так, строительства нового государства. И это абсолютно верное замечание. Но опять-таки мы это видим по всем самопродолженным республикам в составе бывшего Советского Союза, которые появились, что именно эти 25 лет были нужны для того, чтобы они себя ощутили неким таким особым организмом. Но, если бы вы пришли ко мне, допустим, в студию где-то в 1991-1992 году, и мы с вами говорили про Приднестровье, опять-таки тоже про Абхазию, про Южную Осетию, я бы еще полностью согласился с этой мыслью, потому что тогда границы вот того, что произошло после распада Союза, они казались застывшими, такими закостеневшими. Даже любые какие-то попытки нарушения этих границ вне конфликтов Советского Союза, потому что ведь Карабах, Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия, это все Советский Союз, это конфликты, которые начались до произношения независимости бывших советских республик, и продолжились. И это все казалось некой константой. А вот после Майдана 2013-2014 годов, как-то процессы очень быстро пошли. Понимаете, вот я не верю больше в незыблемость ситуации. Незыблемость границ? Даже в незыблемость границ России, Украины, тех образований, которые Украина получила, так сказать, рядом с Россией, которая контролируется сейчас фактически Россией, Крыма, потому что все это очень как под руками, как-то знаете, как какое-то такое месиво. Крым казался, что вот регион Российской Федерации, вот он живет, вот он себе существует. Вдруг отключили несколько опор на украинской территории, свет погас. Оказалось, что не все так просто. И так много вещей таких, понимаете? Ну, конечно, не все так просто. Вот это вопрос. Как вы оцениваете само развитие пространства рядом с Донбассом? Вот ведь важная вещь. Вот есть Украина, и в ней каждый день все меняется. Я думаю, что мы с вами сегодня разговариваем, а через неделю все будет уже по-другому политической конфигурацией выглядеть. Вот Россия, мы не знаем, сколько будет стоить нефть через неделю, какой будет курс рубля, ничего про Россию не знают. Про ее будущее. И вот Донбасс, оказывается, про будущее Донбасса вы знаете все через 25 лет. А про будущее России через две недели ничего не знаете. Как так жить? Вот дело в том, что насчет незыблемости границ. Вот здесь у меня возникает вопрос, а кто подвержен больше мифам, которые были навеяны? То есть, если вы не верите в крепость границ, которые существуют, это вот лично к вам вопрос, тогда вопрос, все-таки мифы работают? Я не верю не в крепость границ. Я не верю в стабильность государственных образований на постсоветском пространстве. А чем отличается тогда одно от другого? То есть границы от стабильности государства? А тут неизвестно, какая территория стабильнее. Правильно, но есть законы. Дело в том, что гуманитарные науки, как политология, социология, психология масс, этнология, очень много наук, но они дело в том, что имеют закономерности, которые работают. И как имеет математика, как имеет физика. Поэтому, если нет веры внутри, в вере тот народ, который заселяет территорию Донбасса, которая оккупирована, если нет веры в собственные границы, если нет веры глубоко внутри, это очень печально вообще для развития. И здесь тоже можно сделать прогноз. Ну, делайте. Опять, я не хочу выглядеть, извините, за такой бабкой-шептухой. Вы можете выглядеть футурологом. Это более популярное название бабок-шептух в наше время. Я хочу сказать, что в 2013 году, в августе месяце, в Донецкой области наша компания провела исследование. По итогам этого исследования... До Майдана. До Майдана, да. Была встреча с руководителями нашего региона, и, естественно, это частная была беседа личная, где показались цифры и сказали, что настроение народа находится в предреволюционной ситуации. На Донбассе. Да. На что нам сказали? Вы что, у нас народу все равно, все хорошо, у нас народ социально пассивен. Какие это были два показателя? Это были два показателя, которые на вопрос, доверяете ли вы власти, из 100% опрошенных, только 3% ответили, что они доверяют власти. Было 7%, которые затруднились ответить, остальная масса сказали, что они власти не доверяют. Есть закон социологии. Если больше 25% только говорит о том, что они власти не доверяют, это уже первый звонок для власти, что надо что-то делать. Потому что, в принципе, это и проходные моменты для всех партий. И был еще один параметр. Это социальная пассивность. То есть на вопрос, пойдете ли вы на выборы, больше 50% населения, даже, по-моему, очень сильно больше, там под 70, ответили, что они, им все равно, кто будет у власти. То есть они не пойдут. И вот когда эти два параметра соединяются, это говорит о том, что массы находятся в состоянии не просто недовольства, а у них настолько накоплено агрессия и недовольства, что поднеси спичку, и, в принципе, эта ситуация вспыхнет. Тогда скажите мне, Алексей, как тогда могло получиться, что если такие вот получились у Марины результаты в... У нашей компании нет. Да, ну, у ваших коллег. Все в 2013 году. А когда начался Киевский Майдан, оказалось, что в Донецке, в общем, тишь да гладь, да Божья благодать. Более того, там люди были возмущены тем, что здесь происходит. Многие говорили, что мы же тут работаем, они там вообще занимаются какими-то прыжками на площади. Если такое было сильное недовольство, то почему для того, чтобы оно во что-то выпрямилось, необходимо были люди типа Стрелкова, которые пришли из России? Я думаю, что на самом деле в Киеве было не меньше людей, которые были недовольны Майданом. И я помню прекрасно сюжеты по национальным каналам, где называлось все, что происходило на Майдане в Киеве, боевиками Евромайдана, террористами и прочими словами, которые... Ну, знаете, сюжет на телеканалах, это еще не настроение людей. Тем не менее, вот сегодня мы здесь в Киеве, в центре города находимся, здесь те же бабушки собираются здесь же на Хрещатике, идти митинговать за очередную там порцию 100-200 гривен и так далее. То есть рост самосознания, как бы он достаточно, в общем-то, одинаковый, мне кажется, по всей стране. Просто здесь, в Киеве, больше вот того уровня людей, которые смогли пожертвовать чем-то для того, чтобы выйти на этот Евромайдан. В то же время в Донецке люди выходили тоже жертвуя в определенном смысле своими статусами, чиновничьими, например, теми же, или положениями финансовыми, и выходили к зданию Донецкой областной государственной администрации, когда их настолько уже запугали, и настолько они были неуверены в завтрашнем дне, что уже ничего им не мешало поддержать Россию. Понимаете, у них флаг Российской Федерации, он не, вернее, флаг Украины, не стал образом свободы, ведь здесь флаг Украины, он объединил всех на Майдане, в общем-то, не было каких-то флагов оранжевых, красных или синих, а вышли под флагом Украины. В Донецке под флагом Украины не вышли за ту же свободу и за те же принципы, а вышли за свободу в какой-то справедливость, в каком-то смысле, под флагом Российской Федерации. Вот в этом и заключался колоссальный обман, который внедряли в наше общество, в Донецке на протяжении всех этих 20 лет. И я скажу так, что Донецк и Донбасс, он был вообще оторван от общеполитического поля Украины. Да, ты имеешь своего президента и все правительство. Все равно, это не влияло на то, что происходило там. Там все равно Россия имела больше авторитет, даже чем тот же Янукович. И когда вы вспомните, что Янукович сбежал из Украины, то и Донбасс первым его возненавидел. Там вышли первые люди на митинг, что Янукович предатель. И я общался со всеми депутатами областной рады и городского совета. Они все как один в частных беседах говорили, что он предатель. И обзывали его всякими словами. При том, что еще буквально месяц, полгода назад они выстраивались по шеренге, чтобы приветствовать его каким-то образом. То есть это очень такая комплексная ситуация. И невозможно здесь сказать, что здесь какая-то была другая конфигурация Евромайдана. В Донецке тоже был свой Евромайдан, кстати, Донецкий Евромайдан. И там не было единого такого мнения, что Киевский Евромайдан это что-то плохое. Там в общем ощущения были такие же, как по всей стране. Даже когда Евромайдан начался в ноябре, ни одного митинга за Азарова или за Януковича там не было по своей воле. Только к февралю партия регионов собрала митинги в поддержку правительства и партии. Там каким-то образом с 9 районов привозили людей. А по своей воле люди-то не выходили. И здесь Марина абсолютно права, что вот эта социальная анемия, которая была в Донецке на очень высоком уровне, она была демонстрировалась в том, что они за своего же Януковича не выходили. При этом Евромайдан собирал, а митинги за единую Украину собирали под несколько тысяч человек. Марина, мне от вас нужен другой прогноз. Вот вы как считаете, вы в 2016 году вернетесь в Донецк? Дело в том, что мы в 2014 году говорили, что мы туда не вернемся в течение 10 лет, даже если эта ситуация взялась под контроль. Я хочу добавить очень важную вещь. Дело в том, что территория Украины, которая, можно сказать, мирная, точно так же находится в плену иллюзий и тех мифов, которые навеяны средствами массовой информации. Наша компания в 2014 году в марте и в апреле провела два исследования. Там было очень много вопросов. Один из них, это какой статус Донецкой области вы считаете правильным. За статус Донецкой области в составе России в марте ответила, что они за этот статус 27%. Это где, по всей Украине? Это по Донецкой области. Это по Донецкой области, когда уже начинались довольно такие тяжелые ситуации. И в марте месяце, то есть и в апреле, эта цифра увеличилась до 30%. При этом, когда в марте проводили исследования, то люди отвечали за область отдельную в составе Украины, за федеративный орган в составе Украины. В общем, называли все, что угодно, все, что было на бигбордах, но в составе Украины это был 71%. И 61% это был процент в апреле месяце, то есть когда уже очень информационная политика стала развиваться. То есть понимание того, что только 27% или в апреле 30% это та картинка, которую нам показали. Это, в принципе, та основная масса пенсионеров и бабушек, которые хотели вернуться в то время, когда... В Советский Союз, как бы. Не в Советский Союз. Они хотели вернуться тогда, когда они были молодыми. Это все сработало. Ну это был Советский Союз, да. Затем вера в то, что референдум, который прошел, что там присутствовали все количество жителей Донецкой области, это точно так же неверно. Потому что количество этих пунктов, где проводилось, оно было сокращено до такого количества, что реально был создан ажиотаж. Поэтому мы доказывали, мы говорим и будем говорить о том, что только 27% населения были за вхождение в состав России. И все остальное это просто блеф, который нам навеян абсолютно другими СМИ. И не надо им подыгрывать. А вы, Алексей, как считаете, вернётесь в 2016 году? Я, к сожалению, туда не приеду. Я ментально никуда оттуда, в общем-то, и не уезжал. Сказать, что вернуться, это значит, я уехал. Нет, я провожу очень много времени в Краматорске, в Славянске, вот теперь ещё и в Мариуполе. И я, в общем-то, дома в тех городах, где я и вырос. От Донецка это всего там несколько десятков километров. И я чувствую, что я там дома тоже в Краматорске и в Мариуполе. И что касается самого города и нашего родного города, то, к сожалению, как показывает практика, без военного вмешательства эта ситуация может затянуться на очень долгие годы. И авторитарно этот режим будет сохраняться там. И мы, люди, которые уехали оттуда по идейным соображениям, в первую очередь, а не из-за того, что мы боялись бомбёжек или бомбардировок или ещё чего-то. А в первую очередь, идейные соображения нами двигали десятками тысяч людей, вынужденным переселенцами. То вот такие ситуации, когда нет вхождения силовых ведомств и Министерства обороны и так далее, то в таком виде только здравый смысл может нам помочь вернуть эту территорию. И им выйти на какую-то форму диалога с цивилизованным миром всё-таки, может быть, самостоятельно сдать эти мандаты и так далее. Есть другая угроза того, что там оппозиционный блок поднимет голову через своих аффилированных каких-то персонажей. Просто-напросто вместо Захарченко или Плотницкого. Но это тоже отдельная тема для разговора. Я думаю, что она как раз эта тема, ты разговариваешь в 2016 году, как это будет называться политическое пространство. Управление этими территориями, то сегодня влияние там есть украинских политиков. И часть украинских политиков находятся там и спокойно туда ездят. И даже проводят приём граждан, некоторые депутаты Верховной Рады. Но и дальше это влияние будет нарастать и увеличиваться. Я думаю, что от этого нам, тем политическим иммигрантам, можно так сказать, легче, конечно, не станет. Потому что там у руководства клика, которое ставит целью уничтожение любого инакомыслия. Они нам предлагали вернуться хоть завтра, если мы подпишем соглашение, что мы признаём республику ДНР отдельным государством. Естественно, мы этого сделать не можем. Спасибо. Напомню, что мы с моим коллегой, ведущим программы «Донбасс. Реаль» и «Украинская служба радио Свобода» Алексеем Мацуко, и беседовали с социологом Мариной Брагиной. Спасибо, Алексей. Спасибо, Марина провёл эту программу для вас. Виталий Портиков. Хорошего вам года, уважаемые слушатели. И счастливых праздников. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова